В одной из крупнейших заболоченных областей мира жизнь зависит от времени года. В разгар сухого сезона воздух наполнен романтикой. Здесь даже люди вынуждены следовать ритмам смены сезонов. В Пантанале обитает свыше 650 видов птиц. Восхитительный калейдоскоп птиц разного цвета, формы и размера. Болотистая местность для них идеальна. Пантанал в 10 раз больше Эверглейдса. Лежит в самом сердце Южной Америки. Во время сезона дождей он на 80% покрыт водой. Сейчас, в разгар сухого сезона, когда рыба и другие водные существа оказались заперты в мелких озерах и болотах, тысячи птиц летаются в это райское место, чтобы растить новое поколение. Правит над всеми Ебиру. Размах великолепных крыльев этого аиста достигает 3 метров. Эта самка Ебиру ждет возвращения своего партнера. Она следит за тремя птенцами, которым не терпится перекусить. Взрослые особи похожи друг на друга, но самцы на четверть крупнее самок. Птенцам около месяца, их уже часто оставляют одних. День за днем они сидят под лучами беспощадного солнца. И к середине сухого сезона они постоянно просят пить. Летать они научатся лишь через 2 месяца. И станут самостоятельными через 6. Пока же они докучают родителям. Время главного блюда. Самец отрыгивает ужин. Это угри. Любимая еда Ебиру. Их хватит на всю семью. Воспитание потомства идет по строгому графику. Дожди начнутся меньше, чем через 2 месяца. А им еще нужно научиться летать и ловить рыбу. Взрослые особи раскрывают клюв под углом в 45 градусов. Так удобнее осматривать поверхность воды. Почуяв добычу, они молниеносно схлопывают клюв. В возрасте 3,5 месяцев птенцы покинут гнездо и начнут охотиться самостоятельно. С помощью родителей они отточат навыки рыбалки и полета до того, как ливнем у сонного сезона вновь превратят саванну в огромное болото. Но пока эта низменность – место, куда слетаются разнообразные виды птиц пантанала. Даже в засуху здесь сохраняются пруды, болотца и, конечно же, река. Вот почему редкие гиацинтовые ара решили гнездоваться именно здесь. Длина гиацинтового ара от макушки до кончика хвоста составляет более метра. Это самый крупный вид попугаев. Но все же он протискивается через проход в свой уютный домик. Больше 90% гиацинтовых ара гнездятся в дуплах стеркулии. Благодаря мягкой древесине ара могут вырыть себе просторное убежище. Ара откладывают 2-3 яйца раз в год. Между вылупившимися птенцами идет столь яростная борьба за еду, что выживает обычно только один из них. Пока самка высиживает яйца, самец приносит ей еду и воду. До небольшого пруда всего несколько шагов. Они пьют воду, хотя обычно получают необходимую влагу из пищи. Одно из любимых лакомств ара – плоды пальмы окури. Внутри них вкусный орех, но пробить его крепкую скорлупу нелегко. Но у ара есть способ попроще. Крупному скоту тоже нравятся плоды окури. Стоит им проглотить плод, как их многокамерный желудок сделает все остальное, в том числе переработает жесткую скорлупу, в которой содержится орех. Ара остается лишь найти орешки. Лучшим местом для размножения птиц пантанала является ранчо на 10 тысяч гектаров. Нелори – это крепкая, привыкшая к солнцу порода скота, напоминающая брахманов и зебул. 200 лет назад ее завезли сюда, из Индии. С тех пор они питаются на пастбищах пантанала. Сухой сезон – время размножения для птиц и период миграции для скота. Как и птицы, скот и жители ранчо научились адаптироваться к сезонным изменениям. Скот съел почти всю траву на пастбище, и им нужно перейти на другое место до прихода воды. Ковбои ведут стадо к свежему лугу на Высокогорье. Десяти ковбоям понадобится три дня, чтобы провести тысячу голов скота 45 километров по болотам и саванне. Через несколько недель, вернутся дожди, и большая часть этих земель окажется под водой. И тогда по лугам будет путешествовать рыба. Когда рыбы разойдутся по водоему, их станет сложно поймать, и отсюда улетят птицы. Здесь, в птичьем раю, нет густых темных лесов. Лишь небольшие островки тропических деревьев, растущих прямо из воды. Это древесный остров. Вначале тут был небольшой участок густой растительности, который рос все больше, пока несколько деревьев не пустили тут корни, образовав остров. Теперь это оазис для нескольких видов птиц. На острове живут самые шумные птицы пантанала. Чачалаки. Или птицы самбо, названные так за издаваемые ими звуки. Работники ранчо называют их просто будильниками пантанала. Они заводят песню на рассвете и утихают лишь после заката. Клёкот прекращается только на время перекуса вкусным инжиром. Но плохая репутация у них не только из-за постоянного голдежа. Они повинны в более серьезном преступлении – уничтожении пальмовых деревьев. После того, как чачалака переварит инжир, некоторые семена вместе с фекалиями падают на высокие ветви пальмы, где солнца гораздо больше, чем в лесу снизу. И семена прорастают не только вверх, но и вниз. Лоза, пробивающиеся из семян инжира, закручивается вокруг пальмового ствола, опускается до земли и укореняется во влажной, плодородной почве. С течением времени лоза становится толще и сильнее, и словно паразит все крепче обхватывает пальму. Удушающие объятия фигги убивают пальму за несколько десятилетий или даже веков. Эта пальма окури стала жертвой удушающей лозы много лет назад. Дни ее сочтены, но она все еще дает плоды, так любимые гиацинтовыми ара. Пока некоторые ара выискивают полупереваренные плоды стеркулии в экскрементах, другие собирают их прямо с гроздей на дереве. Но это гораздо сложнее. Их острые клювы и мощные мышцы челюсти вскрывают жесткие плоды и раскалывают скорлупу. При помощи необычного языка, усиленного крюкообразной костью, они достают орех. Если жесткий, скользкий плод не открывается, умные ары используют иной способ. Они используют зеленый лист как клин, не позволяющий плоду двигаться. Если это не срабатывает, они ищут другой инструмент. В этот раз это древесная щепка. Получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта пара ара следует зову. Гнездо готово, но яйца еще предстоит отложить. Но они не спешат. Ухаживание тоже очень приятное. Гиацинтовые ара образуют постоянные пары. Ритуалы ухаживания, когда они чистят и кормят друг друга, усиливают их связь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на болоте трудится другая вещь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Птенцы Ябиру хотят пить и есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их отец возвращается в гнездо с ворохом палочек и веток. Птенцы расстроены. В этот раз он не припас для них воды или угрей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Постоянные вылеты сказываются на состоянии гнезда. Его нужно подлатать. Без гнезда птенцам не выжить. Самка Ябиру ремонтирует гнездо с помощью материалов, принесенных самцом. Благодаря своим габаритам взрослые Ябиру могут постоять за себя. Но птенцы уязвимы. Гнездо защищает их от хищников снизу. Но они беззащитны перед налетчиками сверху. Например, этой хохлатой каракарой, главным падальщиком пантанала. Со взрослым Ябиру каракара возиться не станет. Есть цели и попроще. Например, птенцы. Но осторожная мать рисковать не стала и взяла птенцов под свое крыло. Пара Ябиру построила гнездо в элитном месте, на вершине высокого дерева. Голые ветви вполне выдерживают вес гнезда и самих птиц. И тут хватает места, чтобы расправить крылья. В других регионах пантанала таких деревьев мало. И стоят они редко. А здесь и есть место для множества семей Ябиру. В соседнем гнезде четверо птенцов-подростков вот-вот приступят к урокам полета. Родители оставляют их на все более долгое время. Благодаря большим острым клювам птенцы уже могут постоять за себя или хотя бы подать сигнал опасности, громко щелкая клювом. Их родители долго трудились над гнездом. Теперь оно столь огромно, что снизу поселились несколько семей попугаев-монахов. Они живут тут круглый год. С приходом сезона дождей попугаи-монахи остаются на месте. А вот взрослые Ябиру вместе с молодняком собираются в стаи и разлетаются по низменностям пантанала. Скотт также нужно перегнать на более зеленое пастбище, подальше от наводнений, которые принесут муссонные ливни. Ковбои двигаются вперед со скоростью стада. Нельзя, чтобы мясной скот сжигал много калорий и терял вес. У скота панорамное зрение. Они видят все вокруг, кроме того, что находится точно позади. Поэтому ковбои с собаками управляют ими сзади. И возвращают заблудших особей обратно в стадо. Пастбище позади истощены. Работники ранчо подожгли сухие поля, чтобы подготовиться к сезону дождей и стимулировать новую поросль в следующем сезоне. Традиции поджигать поля уже 200 лет. Она открывает новые возможности для хищников и падальщиков. Саванный конюк выискивает добычу на задымленном поле. Мелкие животные, сбегая от жары и пламени, рискуют попасть в засаду. Если конюк не налетит сверху, то каракара перехватит жертву на земле. Каракара – это сокол. Но, в отличие от большинства соколов, каракара не умеет быстро летать. Вместо этого она охотится или ищет добычу на земле. Благодаря небольшому размеру и весу она способна летать гораздо ниже других падальщиков. На земле она ищет мелких зверьков или падаль. Этой каракаре повезло. Она нашла тушу раньше стервятников. Стоило им приземлиться, как они быстро прибрали все себе. А в гнездовье другая семья Ебиру поднимает своих птенцов. Ебиру не строят гнезда целыми колониями. Но несколько гнезд могут оказаться рядом, если птицы присмотрели одно дерево. Самка все еще следит за двумя птенцами, хотя те уже полностью оперились. Даже научившись летать, самостоятельными они станут лишь через несколько недель. Их родители выбиваются из сил, совершая все больше полетов к пруду и болоту, чтобы накормить своих чад. Этот мелкий пруд – популярное место рыбалки. У Аиста Ебиру есть преимущество. Огромный надувной мешок для еды и воды. Вода тут мелкая, но мутная. Чтобы поймать рыбу, нужен навык и терпение. У Ебиру есть и то, и другое. Они бродят у края пруда на своих длинных ногах. У них чувствительный кончик клюва, и они находят добычу на ощупь. Они знают, что в грязи прячется много вкусной рыбы и других существ. В это время года уровень воды так низок, что рыбам приходится подниматься за кислородом к поверхности. Порой добыча, как эта огромная улитка, требует слишком много усилий. Другие же стоят потраченных сил. Неспешно взрослые особи Ебиру заполняют свои мешки. Одним глотком они собирают и воду, и пищу. И несут ценный груз обратно в гнездо. Птенцы в гнезде терпеливо ждут возвращения отца с едой. А самка охраняет гнездо. КАРАКАРА КАРАКАРА Когда Каракара подлетает слишком близко, Мать выступает в роли приманки и уводит ее от птенцов. Падальщики редко охотятся на крупных птиц вроде аистов. Тем более Ебиру. Но мать решает не рисковать. Рыбный конюк Еще одна хищная птица, обитающая в Пантанале. Со своего насеста он обозревает реку в поисках рыбы. Его острые когти легко хватают и удерживают добычу. Но рыбалка требует мастерства или талики удачи. Если сразу не получилось, нужно пробовать снова. Его усилия вознаграждены легкой добычей, рыбой, которая умерла от недостатка кислорода. В тяжелые времена рыбный конюк питается водными жуками и грызунами. Но сейчас нужды в этом нет. Благодаря обилию рыбы эта местность идеально подходит для гнездования. Но не все птицы прилетают сюда за рыбой. И не все разлетятся в конце сезона размножения. Рыжий печник живет тут весь год и питается насекомыми. Он архитектор от природы. Своё гнездо он строит из грязи и соломы. Сейчас в гнезде трое птенцов. Гнездо такой формы сохраняет тепло и работает как инкубатор, позволяя родителям заниматься поиском пищи. Обед состоит из пойманных насекомых. Одно себе другое в гнездо. Она ссорится с незванными гостями. Это личная территория и печник Рьяна её защищает. Можно вернуться к охоте. Такая беспрестанная доставка еды в гнездо будет длиться три недели. После этого птенцы должны будут добывать пищу сами. Сейчас же они зависят от своих трудолюбивых родителей. Этой химохимии родственнице хоглаты Каракары сказочно повезло. Она нашла трёх птенцов без родительской опеки. Лёгкая закуска в отличие от клещей, которыми она обычно питается. мать птенцов издалека замечает нарушителя и поднимает крик. Беда была близка. В этом сезоне таких ситуаций будет ещё много. Даже в сухой сезон есть места, где деревья цветут, а плоды только и ждут, когда их сорвут. Ручьи и потоки кишат рыбой, а на берегу полно водных растений и насекомых. и сотен тысяч птиц. Великолепное пиршество для одного из древнейших хищников – каймана, более мелкого родственника, аллигатора и крокодила. По подсчётам, в болотах Пантанала живёт и охотится свыше десяти миллионов кайманов. Это крупнейшая популяция кайманов на планете. Птицы и крокодилы – дальние родственники. Кайманы произошли от той же группы существ, от которой развелись динозавры и птицы. Кайманы – ночные существа. Днём эти рептилии обычно просто нежатся на Солнце. Впечатляющие зубы. Но кайманы охотятся в воде, а не на суше. Открывая пасть, они регулируют температуру тела. Кайман замечает белую цаплю, охотящуюся на рыбу. цапля осматривает воду. она так занята поиском обеда, что не замечает приближения каймана. Всплески вовремя всполошили цаплю. А ковбои и их скот приближаются к концу своего долгого путешествия. С каждым их шагом к высокогорным лугам трава становится всё лучше. Но не все успели насладиться хорошей пищей. Одна особь заболела и умерла. Её оставили позади к восторгу стервятников. В отличие от большинства, чёрные катарты не обладают острым нюхом. Должно быть, кто-то из них заметил тушу свысока. Хорошие вести, им не нужно ни с кем делиться. Плохие вести, рядом нет каракары, которая бы пробила толстую коровью шкуру. Обычно каракары при помощи внушительных когтей и клювов разделывают тушу. Стервятники только кажутся сильными. Их ноги слабее, чем у других хищных птиц, а клюв не такой загнутый. Поэтому начинают они с мягких кусочков. Стервятники сообща ищут пищу. И когда находят, над тушей начинаются свары. за ужином есть иерархия. Молодняк ест последним. Хотя доминантной птице порой приходится отстаивать свои права. иерархия. Иерархия. Возвращаемся к Ебиру. В птичьем раю беда. Суровая каракара делает вид, что просто прогуливается. Но на самом деле она ищет. над ней в гнезде лишь два птенца, хотя должно быть три. Похоже, один выпал из гнезда. с такой ситуацией каждый год сталкиваются все Ебиру. Они откладывают от трех до пяти яиц. Но даже самые трудолюбивые и усердные родители обычно теряют одного-двух птенцов. КОНЕЦ В 45 километрах оттуда стадо, уменьшившись на одну корову, наконец добирается до пастбища. Травы тут хватит до конца сезона дождей. День подходит к концу. Солнце садится, пора повару показать свое мастерство. Пока стадо готовится к ночлегу, ковбои ужинают у костра. И дома, и в пути ковбои следуют ритмам природы, встают на рассвете, идут спать на закате. Таков традиционный уклад жизни, как и это блюдо. Ужин путешественника или рис-всадника. Смесь риса, говядины, перца и лука, которые угощают и гостей. Наступает ночь, и ковбои натягивают гамаки из сетки от комаров, моют кастрюли и готовятся к следующему дню. А снизу стая бородавчатых ибисов возвращается домой и устраивается на ночь. Через несколько недель ветер принесет темные тучи, переполненные влагой, которую они обрушат на юго-восточный край Пантанала. Сезон размножения наступит в следующем году, когда вода уйдет и природа птичьего рая прошепчет, что можно начинать заново. птичьего птичьего